Я обещал поговорить о обязанностях мужчины и женщины. Давайте начнём с этого. Первая обязанность мужчины и женщины — это научиться уважать друг друга. Самое главное проявление любви — это уважение. Надо просто знать, как это делать правильно. Большинство людей не понимают, что такое уважение. Уважение к женщине — это означает уважать её темперамент. То есть уважать её характер, тонкости всех характера, уважать её эмоции, её чувства, настроения. Ну то есть отношение к женщине должно быть таким очень осторожным, внимательным. Это можно сравнить с тем, как пушинка летает, допустим, где-то. Ты её вот так вот не трогаешь. Главное, чтобы она не упала. Ну то есть отношение к женщине должно быть очень аккуратным. У женщины психика очень чувствительная. Причём интересно, что женщины не всегда сами аккуратно с мужчинами себя ведут. Но с ними надо вести себя аккуратно. По-любому. То есть уважение к женщине означает аккуратное поведение и считать её самой красивой. Ну самый красивый вообще Бог. Человек всё равно не может быть самым красивым. Ну то есть всё равно мы что-то от Бога имеем. Женщина от Бога имеет красоту. Но красота с возрастом теряется. Человек не может быть красивым всю жизнь. Красота рано или поздно теряется. Так же у женщин. Поэтому всё равно мужчина должен уважать. Означает считать свою жену красивой. Видеть в ней красоту. Чем больше мужчина видит в ней красоту, тем красивее она становится. Это стопроцентный факт. Если мужчина не видит красоту в женщине, она теряет красоту. Она становится невзрачной, некрасивой. Женщине надо разговаривать очень аккуратно, деликатно, бережно. Вот в этом заключается уважение к женщине. В чём ошибки? Основная ошибка это невнимательность и грубость мужчины. Это происходит не от того, что мужчина — злостный такой элемент, который специально грубит женщине, специально мучает её. Это происходит неосознанно. Чаще всего это происходит в результате боли, влияния боли. То есть женщина причиняет боль мужчине с помощью эмоций. Она когда говорит очень эмоционально, то мужчине это больно психически. Когда мужчине становится психически больно, он грубеет, начинает грубо себя вести. Когда мужчина грубеет, женщина чувствует боль. Начинает ещё более эмоционально говорить. Мужчина ещё грубее, и так наступает конфликт. Ну то есть боль рождает конфликт. Боль в отношении. Поэтому нужный мужчина должен учиться терпеть. То есть если женщина эмоционально говорит, нужно в это время понимать, что всё равно бестолку что-либо отвечать. Потому что женщина, если эмоционально себя ведёт, значит она ничего не слышит в это время. И надо просто как-то её не трогать. Она сама потом поймёт, что она неправильно себя ведёт со временем. Ну не нужно выяснять отношения с женщиной, когда она себя эмоционально ведёт. Причём это сама женщина так же и говорит. Вот допустим, если ты начал выяснять с ней отношения, она себя эмоционально ведёт. Потом, когда вы уже помирились, она тебе говорит, а что ты реагировал? Надо бы вообще уйти и не разговаривать со мной в это время. Она сама так же и говорит. Сама, то есть соглашается с тем, что именно так себя надо и вести с ней. Когда она очень эмоциональна. Проблема заключается в том, что женщина и выходит замуж по той причине, что ей очень трудно контролировать свои эмоции самой. Женщине очень трудно жить одной, потому что есть две вещи, которые женщине вызывают много страданий в её жизни. Это страх, то есть ей страшно быть одной, страшно, что никого нет рядом. Страх и эмоции. Ну эмоции означают неуравновешенное настроение. То есть настроение меняется, появляются какие-то идеи, желания. И нужно общение. Женщина, ну, женский разум контролируется с помощью общения. Мужской разум под контроль входит с помощью работы над собой. Женский разум контролируется с помощью общения. Женщине нужно общаться, чтобы всё понимать. Если она не общается, она чувствует, что она ничего не понимает. И чтобы что-то разобраться в чём-то, нужно общение с кем-то. Она должна общаться с человеком, который понимает. Она перенимает настроение, знания очень легко. Женщина легко перенимает. Мужчине надо, чтобы что-то понять, ему нужно совершать аскезу над собой. Работать над собой, чтобы понять, думать. Психика работает по-разному. Как уважать мужчину? То есть мужчину надо уважать, надо понимать, что самое ценное для мужчины. То есть самая ценная для мужчины его цель. Вот у мужчины есть какая-то цель в жизни. Он к чему-то стремится. Если женщина уважает его цель, значит, это уже 50% любви она ему отдаёт в этом. То есть он чувствует себя счастливым, если женщине она уважает его смысл, для чего он живёт. Она уважает, если это. Следующий момент — это когда мужчина говорит, то нужно настроиться на согласие. Ну то есть мужчина говорит не для того, чтобы женщина высказала тоже своё мнение. Он ей говорит для согласия. То есть он фактически нуждается в соратниках. В тех, кто принимает его точку зрения. То есть мужчине не нужно оппонентов. Как женщине, допустим, он говорит что-то, она выслушала и говорит, ну я с этим не согласна. Но ему это не надо. То есть вы можете согласны быть, но и не согласны, но ему от этого счастья больше не становится. То есть мужчине нужно, чтобы женщина поняла, в чём нужна его поддержка. То есть женщина соткана из поддержки, её сила вдохновлять. То есть женщина вдохновляет. Мужчина действует. Поэтому в чём заключается роль женщины, в чём заключается уважение? Женщина не должна думать о том, правильно он делает или нет. Она должна ему давать силы. Говорит, я тебе помогу, да, у тебя всё получится там и так далее. Вот так вот. Но если она видит, что его совсем занесло не туда, вообще прямо, ну женщина, жена, это сердце мужа же. Она может видеть, что мужчину вообще занесло совсем в другое направление. То в этом случае она должна так с ним себя вести. Она должна ему сказать, как ты думаешь, может мы с тобой вообще не туда думаем, не в ту сторону. И как бы ему сказать вот эту мысль. Ну то есть как ты думаешь, не то, что я так считаю, а может быть мы не так вот действуем. И мужчина должен сам к этому выводу прийти. Ну то есть уважение мужчины означает уважение его целей, его мнения и его как личности. То есть женщина не должна указывать мужчине на его недостатки слишком часто. Не надо постоянно говорить, ты вот такой, ты сякой, это ему не помогает, это вот только злит. Ну то есть, понимаете, оценка женщины даёт мужчине веру. Есть такие исследования, которые показывают, что как жена относится к мужу, оценка какая у неё к мужу, так к нему относятся и подчинённые на работе. Вот допустим, если он руководитель, вот жена, допустим, как к нему относится, так к нему подчинённая. Если она его критикует, то подчинённые критикуют. Если она ему не доверяет, подчинённые не доверяют и так далее. Если она верит в него, подчинённые тоже верят в него. Если она верна, то подчинённые тоже верны. Я знаю один случай, когда мужчина имел такое достаточно влиятельное высокое положение, и жена тайком не доверяла ему в своём сердце. И этого мужчину окружали только люди, которые ему не доверяли, но это они показывали на вид. Но потом, когда у него поменялась ситуация, он женился заново, то эта жена начала верить, то есть она начала доверять ему, и окружение поменялось, то есть люди стали доверять. Понимаете, женщина должна понять, что если муж не зарабатывает деньги, денег не приносит, это значит, что у неё что-то с мозгами не так. Это значит, что она неправильно относится к нему, у неё неправильное настроение в отношениях с мужем. Он сам не может в себя поверить, у него нет сил. Это первая обязанность — это уважение, самое главное. Потом следующие обязанности. Надо, в принципе, понять, как психика устроена. Женщина — это вдохновляющая сила. То есть женщина эффективнее действует, когда она вдохновляет других. Вот женщине работать самой менее эффективно, вдохновлять эффективнее. Мужчина — действующее начало, ему надо самому действовать. Женщине легче самой что-то сделать, вдохновлять тяжелее, но результат лучше. Женщина думает, да я пойду сама работать, чем этого своего дурака заставить. Работать невозможно. Но вот если она его всё-таки заставит, это мужчина как паровоз. Его трудно сдвинуть с места, зато когда поедет, не остановишь. То есть женщина, когда трудится сама, деньги в семью приносит, эти деньги, они такие болезненные. Она всегда очень сильно болезненно реагирует на их растрату. То есть это деньги больные, когда женщина зарабатывает. Когда мужчина зарабатывает, деньги хорошие такие можно тратить. Нет проблем. Очень важно понять такую вещь, что мужчина дома отдыхает, набирается сил. И поэтому женщина должна создавать атмосферу отдыха. Она должна убирать всё дома, стирать, готовить. Понимаете, делать так. Вот мужчина, если мужчина ест пищу, приготовленную женой, то этот мужчина, его психика, его настроение полностью соответствует тому, как жена хочет. То есть понимаете, что человек ест, такое у него настроение. Настроение, эмоции человека зависит от еды. Если мужчина питается где-то на работе там, то есть он не дома кушает в основном, а где-то там, то такое будет и настроение. Он будет чужим, неручным. Понимаете, если вы хотите приручить себе мужика, кормите его. И он тоже будет не против такого расклада, понимаете. Если вы его полуфабрикатами кормите, он будет полуфабрикатом. Если вы кормите, как бы сами готовите, он будет хорошим, ручным и добрым зверьком. Зубки есть, как бы, но кусать будет не вас. Вот поэтому. Ну то есть вот такая система, понимаете. Ну как бы, если вы нанимаете гувернантку, то есть женщину, которая заботится о муже, она ему готовит, стирает, убирает, то любить он будет гувернантку. Ну то есть вот кто мужчину кормит, того он и любит. Это неизбежно, к этому все приходит, рано или поздно. Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Женщина должна создавать в атмосферу спокойствие в доме. Хоть женщина сама беспокойна по природе, но когда она служит другим, она успокаивается, ей легко становится жить, она создает атмосферу спокойствия, когда она служит другим, думает не о себе, заботится, ей нужно заботиться. Но проблема у женщины заключается в том, что она, когда заботится, ей нужна благодарность. Если благодарности нет, она с ума сходит, она не может заботиться, ей плохо становится. А благодарность, она иногда бывает настолько сильная и должна быть, что, как один мужчина мне сказал, а я, Олег Геннадьевич, сам себе готовлю, хотя жена хочет. Я говорю, а почему? А он говорит, а когда она готовит, это слишком дорого стоит. Я не могу заплатить цену. Ну, то есть, женщина иногда столько благодарности хочет, что лучше самому себе приготовить. Такое бывает, но в этом и отношении заключается, что женщина готовит, а мужчина постоянно благодарит. Надо вообще заходить на кухню и пугаться от того, что вообще приготовлено. Просто пугаться. Вот так вот. Удивляться постоянно. Как вкусно. Ну, то есть, это создает атмосферу счастья. Мужчина не должен быть тупым. Поел. Как тебе покушал? Как ты покушал? Подумал, подумал. Кажется, не досолило. И пошел. Никто же не спрашивает, досолило или не досолило. Надо похвалить. В этом цель заключается. То есть, зачем она спросила? Чтобы вдохновиться. Чтобы опять в следующий раз готовить, ей нужно вдохновение. Когда мужчина как бы со стола падает от счастья, что он покушал у жены, тогда она в следующий раз с удовольствием готовит. А если он тупо поел, пошел, то как бы счастье от этого не прибавляется. Ну, то есть, в этом заключаются обязанности. То есть, жена обязана готовить. Мужчина обязан всегда благодарить за то, что она постирала. Всегда говорит, какое чистое белье, какая чистая квартира, какая вкусная пища. Всегда как бы мужчина должен внимательно реагировать на любую заботу женщин. Это его обязанность. Женщина должна тренироваться в своем сердце, всегда стараться думать о том, что ее муж единственный человек, с которым она бы хотела связать свою жизнь. Это очень важно думать именно так. Потому что, если она думает как-то иначе, у ней как бы есть сравнение. Женщине нравится сравнивать своего мужа с чужими мужиками. Вот кто лучше, какой лучше, вот этот вот или мой, или этот или мой. То есть, она сравнивает. Но ей не надо сравнивать, надо силой воли и с помощью молитвы заставлять себя считать, что этот мой человек единственный. Другого не должно быть. Когда женщина так настраивается, то у мужчины пропадает возможность поглядывать на чужих женщин. Ну то есть, всегда женщины на стороне красивее и приятнее. Всегда они лучше, чем своя. Потому что к своей привыкаешь. Потому что, знаете, как бы у женщины есть два типа красоты. Одна красота внутренняя, она имеет такую спокойную, добрую природу. Это красота заботы, родственных отношений, любви. Вот такой. Она не возбуждает чувств и с ног не сшибает. А есть другая красота. Это красота такого эффекта горящей лампочки. То есть, мужчина, допустим, идет по улице, видит девушку. И как бы внешне она такая вся вот из себя. Вот такая. И как бы он на нее смотрит. И она такая вся отточенная, красивая, элегантная такая. И она еще так раз на него, так неожиданно. Вот. И это очень сильно бьет по мозгам. Ну такой вспышка молнии такой. Бабам! И так вот. Вот так вот. Вот. Это такое, ну как бы... Это внешнее воздействие. Потом при отношениях этот эффект теряется. Женщина не может так испугать своего мужа. Своей красотой. Только чужого мужика может так напугать. Вот. И поэтому как бы вот этот эффект внезапного влияния, он может быть нейтрализован верностью жены. Когда жена верна, верность это самое подкупающее чувство, которое только есть в жизни для мужчины. Когда жена вот смотрит на него верными глазами, то это самое сильное влияние на психику, которая только может быть. Если женщина верным взглядом смотрит на мужчину, то ему в жизни больше ничего не надо. Это самое главное для него. Если же жена смотрит на него с сомнением, она ему не сильно доверяет, это самое сильное деструктивное влияние оказывает она на его психику в своей жизни. Бывают, женщины говорят, мой муж не отдаёт зарплату. Он скрывает деньги, поглядывает на чужих женщин и так далее. Это сто процентов причина одна. Вот в сердце нет веры, что это мой единственный человек. Не культивирует женщина эту веру, значит, мужчина будет хитрить с ней, будет не отдавать деньги, будет смотреть на других девушек, в конце концов загуляет. Причина вот то, что женщина не хранит вот этот вот очаг семьи. Хранить очаг семьи означает верить в мужа, что это единственный человек, с которым я хочу жить. Больше ни с кем. Всё, такая система. Обязанность мужчины заключается в том, чтобы всегда совершать аскезы. Вот уважение — это на первом месте к жене, а чтобы уважать, для этого надо быть сильным, потому что женщина постоянно меняется настроение у ней. Постоянно то одно, то другое, то третье. И очень трудно в этом состоянии мужчине держать равновесие, потому что она его раскачивает. Вот представьте ёлка, на которой все игрушки висят, её раскачивать. Игрушки начнут падать, так? Ну, то есть устойчивости нет. То есть мужчина — это как ёлка. На нём висят, на его судьбе висят все дети, жена, все. То есть, ну, всё, все жучки, все внучки, все висят на мужчине. Вот. И женщина, она постоянно раскачивает мужчину. Веды сравнивают, что женщина — это как река жизни. Женщина — это как река жизни, а мужчина — это берега жизни. То есть жизнь течёт вокруг женщины. К женщине привязаны дети, к женщине привязан мужчина, к женщине привязаны все родственники, мамы, папы, они все привязаны по эмоциям к женщине, или положительно, или отрицательно. Женщина, как река жизни. Она течет, вся жизнь вокруг нее происходит. Муж — это берега. И на поворотах судьбы река что делает? Она подмывает берег, подтачивает его. И если берег низкий, он не аскетичный, берег невысокий, у него нет силы, то тогда река подтачивает, подтачивает берег, потом растекается, вытекает из русла. И что происходит? Она теряет себя, в поле растекается по мужикам. Вот. Ну то есть идея в чем заключается? В том, что как бы, чтобы река текла спокойно, нужно берега, чтобы были очень высокие. Высокие берега означает аскетичный мужчина. Главная обязанность мужчины — это совершение аскез. Мужчина должен найти, и вообще совершение аскез — это здоровая, нормальная жизнь для мужчины. Мужчина очень сильно хорошо живет, если он совершает аскезы. Для каждого мужчины аскезы свои. Один, допустим, штангу тягает, другой — постится, третий — боксом занимается, четвертый — йогой, пятый — любит бегать, шестой — закаливаться. Ну, что-то должен мужчина делать, чтобы поддерживать свою силу воли. Потому что на воле мужчины держится вся жизнь семьи. Мужчина должен поддерживать силу воли, он должен быть сильным в принятии решений, он должен быть работоспособным, трудолюбивым, он должен тянуть на себе всю семью, потому что у детей нет воли, у них не хватает воли. У женщины тем более. Женщина вообще как бы не должна быть волевой. Вся красота женщины означает беспомощность и расслабленность. Если женщина становится волевой, она теряет красоту. Поэтому мужчина, он должен быть волевым, сильным, выносливым. Это его обязанность. И это же дает ему хорошее здоровье. То есть мужчина, когда ведет себя такой волевой образ жизни, это вот самое лучшее лечение для мужчины — это аскезы. Вот я знаю много своих друзей. Когда человек просто работает и аскезы не совершает какие-то, то он быстро изнашивается и становится больным. У меня есть один знакомый, он очень серьезный менеджер как бы, и он вот на нервах постоянно поправлялся, поправлялся и здоровье портил себе. И потом пошел в спортзал, начал просто гири таскать там, ну вот это, заниматься бодибилдинг. Знаете, человек сразу стал ограничивать себя в еде, сразу подтянулся, сразу стал здоровым, жизнерадостным и работа пошла хорошо, и здоровье лучшее, и все начало налаживаться в жизни. Вот и все. Кому-то закаливание помогает, кому-то бег, кому-то йога. Вот я йогой занимаюсь каждый день по полтора часа. Мне это помогает. Я силы от этого получаю, выносливость. Кто-то любит еще что-то там, допустим, игры какие-то спортивные там. И так надо что-то должно быть, иначе, если мужчина этого не делает, то он не будет здоровым. Нужна какая-то физическая деятельность, волевая, направленная на поддержание здоровья и сил внутренних. И на этом держится вся жизнь мужчины на молитве и физической нагрузке, на двух вещах. Вот спорт и молитва. Когда мужчина работает над собой вот в этих двух направлениях, то он держит всю семью. Это и тоже обязанность мужчины, это заработок, чтобы были средства на жизнь. И обязанность мужчины, это сдерживать эмоции жены. То есть мужчина должен успокаивать жену. Женщина, она, ой, 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 у меня все плохо. Надо ей сказать, все хорошо. Ну то есть ей не надо объяснять, что хорошо. Это не обязательно, потому что женщина всегда понимает, она еще больше расстраивается. А просто сказать, что все хорошо, это ее вдохновляет. И если ты вообще не объясняешь, еще даже лучше. Почему хорошо? Скоро узнаешь. И она вообще успокаивается. Не вдаваясь в подробности. Мужчина всегда должен немножко тайной быть. Самое лучшее, это морду кирпичом сделать и как бы вообще молчать. Вот жена говорит, 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 ты молчишь, киваешь, слушаешь, да. Для нее это выглядит просто вообще, как волшебник у зумрудного города. То есть если мужчина просто кивает и молчит, делает умный вид, вообще просто он разумнейший человек для женщин. Я разук, была такая консультация, пришла одна женщина, вся на чувствах, говорила, 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 минут сорок, наверное. Я молчал, кивал вот так вот. Все, больше ничего. Просто молчал, кивал вот так. Вот. Она потом так, ага, ее сдуло, успокоилась. Вот. И такая говорит мне, вы знаете, такая удивительная консультация. Спасибо вам, мы так с вами поговорили. Я так успокоилась, супер просто вообще. Я ни одного слова не сказал. Консультация была самая лучшая в ее жизни. Женщине не нужны эти слова. Ей нужно просто спокойствие и вера. Если у мужчины есть спокойствие и вера, он молчит, кивает головой. Женщине супер просто. А она счастлива. Женщины согласны, нет? Что она, если болтать начинает слишком много, тогда уже хуже. Нужно, чтобы мужчина был спокойным, внимательным. Ну и по делу, допустим, пару слов надо сказать, сказал. Выводы уже, выводы. Мужчина должен выводы говорить. Женщина рассуждает, мужчина говорит выводы. Такая с тем. У каждой женщины есть свой бзик. Вот у каждой свой. Надо это понять. Ну то есть есть зона, где женщина не может себя контролировать. У каждой свое. Вот одна женщина, допустим, ей нужен покой. Просто место, где бы она вот села и в тишине вот так сидела. Это ее бзик. Может быть, ей не надо, допустим, шмоток никаких, не надо денег, не надо в Рио-де-Жанейро ездить. Ей надо просто тишины. Ну так. Посидела, все, ей хорошо. У другой надо платьица покупать. Ну не купил все, значит, жизнь несчастная. Третье, нужны сладости. Вот она сладости не поела, жизни нет, все. Четвертое, нужно увеличение жилплощади. Пятое, еще что-то. Ну то есть у каждой женщины свое. И здесь с этим ничего не сделаешь. Ну то есть хорошо, если, допустим, женщине нужен просто покой. Это самая бесплатная вещь. Если женщине то, что надо, требует много денег, это хуже. Это хуже. Но с этим ничего не сделаешь. То есть у каждой женщины вот свой выхлоп эмоций. Ей нужно эмоции куда-то сбрасывать. То есть она вот получает то, что ей надо. И она успокаивается. А по-другому не может. Поэтому мужчина должен это знать и должен вот рассчитывать свою жизнь таким образом, чтобы узнать, во-первых, где ее вот это слабое место в жизни у женщины. И туда вкладывать силы свои, чтобы она получала эту потребность свою. Как у мужчины тоже есть свой бзик. У кого-то телевизор, у кого-то курение, еще что-то. Вредные привычки часто у мужчин бывают. У женщин вредных привычек нет, но есть слабости сердца какие-то свои. Женщина очень близка, близкие отношения со всеми строит. Она близка к детям. Это самый первый учитель для детей. Это женщина. Она близка к родителям. Обязанностью женщины является поддерживать отношения со всеми родственниками. Она должна тратить время и силы на это. И мужчина должен понимать это, что это женщине и самой хорошо, ей нравится это делать, и это хорошо для отношений. То есть женщина должна звонить и своим родителям, и родителям мужа. Мужчине часто тяжело своим родителям звонить, не знает, что сказать, а жена должна звонить всем. И она также должна с подружками поддерживать отношения. Жена должна также управлять полетом. То есть мужчина летит, он в полете находится, она должна чуть-чуть корректировать полет. Ну, допустим, мужчина пришел, он в полете, он не ел, и он не знает, надо ему есть или нет, он продолжает находиться в полете. Она должна его немножко мягкую посадку сделать и накормить. Ну, то есть, он даже может не помнить, ел он или нет, такие бывают тоже кадры. Вот, но она должна следить за всем, что происходит. Допустим, она знать должна, где лежат его носки. Вот, ну, я не знаю, как это, наверное, для Риги может быть, это не актуально, потому что мужчины здесь тоже достаточно аккуратные, Венера очень сильно влияет, я заметил, что в Латвии мужчины часто уборку сами делают, готовят дома, ну, то есть, они очень аккуратные мужчины, это природное такое свойство. У нас из Латвии, а? Как? Носкизи не отражаются? Носки? Не отражаются? Никак? В разные стороны разлетаются? Ну, бывает, что делать. У меня, допустим, дома так, что я не знаю, что где лежит, то есть, у меня жена все знает, она, ну, как бы, заботится об этом. Ну, у каждого мужчины свои проблемы, то есть, у меня психика в этом направлении вообще не работает. Ну, то есть, грязный пол дома, не грязный, я не знаю, то есть, я не понимаю этих вопросов. У меня жена все следит за этим там. Вот. Ну, иногда мужчины, вот из Риги у нас, сколько мне ребят не приезжало учиться, все очень аккуратные, заботливые, постоянно все в чистоте держат. природные свойства мужчины в Риге, потому что Венера сильно влияет здесь. Венера, люди все симпатичные, деликатные, вежливые, обидчивые, иногда в депрессии находятся, когда не обратил внимания на человека. Это Венера так действует. Нужны очень аккуратные отношения, деликатные, чистота. это все влияние Венеры. Это весь Запад такой, то есть Венера очень сильна во всем Западе, и это так вот отражается. Взять, допустим, в России где-нибудь на Урал поехать, там Венеры вообще никакой нет, там грязь везде. Такая другая жизнь немножко отличается.